приветствую всех кто следит за моим каналом сегодня я отправляюсь небольшое такое но менее путешествие по беларуси примерно на два дня с ночевкой у своих родственников вот решил прокатиться именно таким форматом потому что ночевать где-то я хочу это ну как быть воспользоваться попозже может следующей какой-нибудь поездка там не знаю но не сейчас вот хочу прокатиться пока так и посмотреть что из этого получится будут ли желание на будущее ехать ну для начала скажу так что я решил думал будет жарище поеду кая оденусь по легкому надел тут на черепаху надел кожаную куртку тут обычно термобелье под низ вышел на улицу а здесь капец такой дубочина я думаю что то странно загляну ка я в погоду смотрю в погоду а погоду показывает по моему плюс 11 а днем плюс 17 я думаю о не это сейчас городе минске а за городом что будет твориться только самому господу богу известно вот а я еще кроме того думаю возьму на всякий случай раз одеваюсь так кожаная куртка там да там черепаха думаю возьму-ка я с собой там еще шмоток в этом дождевик взял у меня есть целиком готовы которым можно одевать капец ветер какой сильный просто сдувает взял там утеплитель там байку подни задеть если что-то потом взял там еще что кое-что короче из вещей там лучше набрал целый рюкзак себе думаю ну вот сейчас я это дело все возьму и мне будет хорошо и вот я решил я короче все поменять потому что но очень холодно и решил одеть свою просто туристическую куртку вот эту которую я купил в которой я практически сейчас постоянно ездил и что вы думаете я одел пришел один эту куртку и понял короче что этот рюкзак вещей которые я так спину рта собирал он мне оказался совершенно не нужен вот так вот получается прикиньте то есть я просто реально выложил все на этом еще шорты с майка взял на всякий случай потом понял что да ну ты плюс 17 я думаю ты в джинсах не задохнешься и решил поехать так ну вот такая вот история направляясь я по маршруту придуманному мной я конечно маршрут сделал бы по другому если приехал незнакомый человек кто-то из россии но дело в том что я очень много где был и иногда даже потом по 20 раз и мне проезжать по тому маршруту ну совершенно никакого удовольствия не составить не доставляет поэтому я решил что это будет наверно по меньшей мере глупо такой по такому маршруту ехать и я придумал что-то попроще кроме того мне хотелось проехать не по центральным магистралям артериям а проехать по дорогам хорошего покрытия но такие второстепенные дороги которые соединяют какие-то мелкие поселки города которые у меня на ушах мы тоже всех же поставок я был там для меня ничего нового и дорога которая от города поставы идет и назад я и на самом деле очень хорошо знаю вот ну бы это правда один раз но там красиво и поэтому я решил проехать как чтобы за останавливаться где не знаю ну вообще маршрут сам по себе 450 километров почти без малого вот буду ли я столько ехать 450 километров это большой вопрос скажу себе там 350 и что я не поеду на поставы я просто поверну и поеду сразу на конечный пункт сам себе сказал что формат поездки абсолютно свободный едешь для себя для души загоняться тем что вот ты там должен туда должен туда вообще похер еду я вот так как я считаю нужным темнее час поздно и выехал я достаточно рано первая моя остановка это будет заправка конечно же это полный заправлю обязательно выпью своего любимого чашечку кофе это святое для меня чашка кофе это не подлежит обсуждению как бы такой населенный пункт на который я ориентируюсь не буду и буду я заезжать не буду я не знаю это агропоселок райск там жители ты всего 325 человек вроде как говорят но это промежуточный пункт дальше я валю дальше 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 как он выглядит вот вы можете посмотреть мой маршрут на экране и вот первый мой косяк я вообще не туда свернул ее мое блин я свернул что нажданович на молодеченскую трассу на город молодечна а мне надо на мяде на мядецкую трассу что брал собою ну так как и еду не такое критическое расстояние до скажи там сколько то и беларуси но в дороге все может случиться взял по минимуму там набор каких-то отверточек проводки взял изолента то есть вот такие самые необходимые вещи то что что посчитал сам нужно что нашел в интернете вот жаль только знаете что нет у меня обычного такого вот походного насоса это конечно плохо вот у меня есть насос на самом деле хороший насос я вожу с собой в основном устроен машине в galaxy вот дабы какая беда не случилось но вот насоса у меня такого более портативного к сожалению нету его хотелось бы конечно и нет надо с китая что-нибудь было бы заказать себе какой-нибудь лабудинь и здесь купить тоже китай тоже самое есть насоса вообще аккумуляторные классные такие ну что то конечно они какие-то отзывы не совсем хорошие но в качестве нз вот и сидит пробил колесо вот этого больше всего кстати я боюсь пробить колесо это для меня было бы были ну реально за диким разочарованием потому что я еду по таким дорогам и я в первое второе я не знаю что потом буду делать вот но у меня есть как бы ремкомплект я взял которая заделывает эту всю за это заделывает все это дело эту шинку всю камеру которую можно заклеить я вам скажу ветряга страшенны если бы я поехал свои кожаные куртки и они это не дело а вот штаны тормуху что я я делала то плохо явно коленниках таких достаточно больших но по бедрам ветер холодный шмарит только в путь но в то же время согласитесь что гораздо комфортнее ехать такой погодой пусть это будет плюс 15 днем это вообще отлично нежели ехать плюс 30 и просто где-то захотел остановиться остановился и реально ты задыхаешься того что духота такая ну невозможно в этих шмотках вот аэроби куда-то пройти а так достаточно удобно и и и и и и и и Субтитры сделал DimaTorzok Ну вот первая моя остановка на заправочке Взял кофеек Красота, конечно, природа шикарная Но жутко холодно Слушайте, у меня замелозили ноги Не знаю, если буду где-то в каком-то покрупнее городе Буду искать возможности И покупать себе Что-то термо Какие-то там трико Я не знаю, потому что Ну потому что Очень холодно, сейчас по крайней мере На коленнике, в коленнике холодно А вот бедра капитально Очень сильный ветер И посмотрите, какая красота природы с утра ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сейчас попью кофе И буду двигать на первую свою точку ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И тут я Забыл Ставить штекер в микрофон Поэтому со звуком получился небольшой косяк В общем, я проехал И пелся в грунтовку Но на нашем мотоцикле Когда ехать по гравейке Это не самая лучшая идея Поэтому было решено сделать в объезд Вот По... Как бы по моему Так сказать, маршруту По схеме Я должен был поехать прямо Я вроде и хотел бы поехать Но потом решил, что не буду рисковать Мало ли что Ну пойдешь Потом все это Будет только напрасная трата времени И я поехал вокруг То есть следующая остановка У меня была Должна была быть Крайск Но я его пропустил И поехал на Докшице То есть доехав до Крайска Буквально 3 километра И поехал на Докшице в объезд Ну было принято такое вот решение Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну что, двинулся я дальше И тут В общем, проехав Какое-то небольшое расстояние Здесь Я тут комментировал Что тут 6 человек Маленький кусочек там травы Какой-то надо покосить Тут 6 человек Очень упорно работают Ну как все это у нас делается То есть Такое распределение труда Очень странное Вот Значит Сел я дальше Поехал Очень красивые места Все здорово Вот двинулся вперед Вот проехал еще по деревне Какое-то расстояние Я уж точно не помню Там уже 3 километра или 4 И вот аллейка симпатичная То есть Ну ехать один кайф Думаю Ну сейчас все Я как стартану Как поеду Блин Будет с душой Буду ехать Но оказалось Что не все так просто Я уперся в гравейку И дорога стала Вести мне через гравейку На этот раз То есть Первый раз Я решил не ехать Не рисковать А на второй раз Все-таки я решил Что наверное Все-таки попробую Я проехать По этой гравейке Ну если там недалеко Думаю Как-нибудь Попробую проскочить Вот Но оказалось На самом деле Все не тут-то было Вот я проезжаю Значит гравейки Уже Вот видите Происходит Такой вот Переход Уже на Дорогу Такую Не самую лучшую Вот Я останавливаюсь И думаю Что мне дальше делать Начинаю Там видеть телефон Думаю Блин Как объехать Или как что Как Это обратно Возвращаться Надо Блин То есть Ну было все-таки Принято решение Поехать прямо По гравейке Ну думаю Вдруг Вдруг проскочу Думаю Ну не все же так плохо На самом деле И вот я поехал Худо-бедным С маленькой скоростью Где-то в районе 20 км в час Наверное Я пытался По ней ехать Выбирал Такие участки Где более Знаете Каменистые И меньше Песка было Вот Ну видите Такая Ну Как Как-никак Ну ехал Ну Кидал мотоцикл Капитально Постоянно Постоянно кидал И Я все время Пытался Словить дорогу Не любит Ямаха Диверсия Девятисотая Гравейную дорогу Это однозначно И Сто процентов Может быть там Какую-то резину Если ты поставишь Какую-то эксклюзивную Особенно Может ты будешь гонять И Каких проблем Не испытывать Но Лично На мой взгляд Никак Оно Не Этот Никак Оно Не соответствует Гравейной дороге Нашему мотоциклу Значит Вот я дальше Проехал Ну Вот Тут колбасило Колбасило Стучало Жаль что не слышно Потому что я Комментировал матами Перематами Видите Меня заносило Вот И Дальше проезжая Я встретил уже Ну там Жителей Какой-то деревни Въехал в какую-то деревню И Стал спрашивать Сколько мне Вообще Ехать Ну по этой гравейке Сколько километров Если там речь идет Там километр два То я как-нибудь думаю Ну протянут бог с ним Что там километром два Что там ехать Вот А здесь вот В этом месте Где я сейчас приезжаю Тут увеличилось Количество песка И Стало ехать Еще сложнее То есть Начало Бросать во все стороны Швырять Сейчас я человека Здесь должен встретить Где-то Вот В деревне К чему я говорю Что в одном месте Где-то здесь Но он будет По-любому Здесь где-то будет Я заснял Когда Конкретно я словил На маленькой скорости На песке Воблинг На маленькой скорости Меня стала колбасить Руль И я понимаю Что не могу вырулить Вот Давать газу В том случае Как вообще при воблинге Делается Да Надо набирать скорость Я этого не стал Я этого не стал делать Потому что Ну я бы просто Вообще свалился Это не случай С песком А здесь Именно воблинг На маленькой скорости Для меня Это было такое Не особо Я сталкивался Как бы с этим Вот видите Все ехать стало Все сложнее Ведь меня стал Уже заносить Я уже стал ехать По краюшку И вот Ну Тяжело было ехать Короче Ну вот я Здесь встретил Жителей этой деревни Пообщался С ним Спросил Сколько ехать А он мне говорит Да Тут ерунда Ехать Всего 8 километров Едь туда Я говорю Может можно развернуться Как-нибудь Поехать с другой стороны Потому что Ну блин Не хочется ехать Да нет Есть прямо Что тут ехать Ерунда 8 километров Там везде Гравейка Куда ты не проедь Там Короче Объезжать не стоит С той стороны В общем Короче Он меня очень упорно Усердно отговаривал Вот И Видишь он показывает Давай прямо едь Говорит Сейчас ты выйдешь Я ему говорю Мне нужно в Докшице приехать А он говорит Вот сейчас ты сейчас По этой дороге Говорю Бомби Бомби Говорит И сейчас в Докшице Будешь и будешь счастливым Ну я думаю Ну ладно Ему виднее Он говорит Возьми так вот Аккуратненько Говорит По кромочке Сбоку Едь Едь Говорит И приедешь Все Говорит Не парься Говорит Ерунда Подумай Что тут ехать Говорит Вообще без проблем Я говорю Может назад вернуться Объехать Он говорит Не 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 надо Да нет Есть прямо Знаете Как будто Специально Чувак Знаете Тебя так Направил Во Не переживай Говорит Что тут ехать Ну вот Я и поехал По кромочке По чуть-чуть Понемножечку Вот И вы знаете Что я очень далеко Не отъехал Потому что я понял Что это полная жопа Меня стало кидать Во все стороны И я понял Что я просто Не буду ехать Я измучаюсь То есть Суть моей поездки Не закрывает Смотрите Видите Вот как меня кидает Во все стороны Но тут ехать Очень было тяжело Видите Оп 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 Все Все Поймал Поймал Все И я сейчас Остановлюсь Развернусь И поеду назад Я просто вместе с вами Смотрю это видео Первый раз Поэтому Вот у меня таки Возможно повторяюсь Одно и то же Говорю Но Вот видите Что то Вот Еле еле Еду еду И понимаю Что Километра 8 Я точно Не доеду Такое большое расстояние И Было принято решение Значит Не заниматься Фигней Вот А просто Развернуться И поехать назад И в объезд То есть Я же говорю Что я не ставил себе цель Что мне нужно Вот там Прямо я должен По маршруту ехать Нет Мне это совершенно Не нужно было Я спокойно Ехал по асфальтированной дороге Получал удовольствие А вот это мучение И страдание Вот это Мне совершенно Не нужно было И вот в этом месте Я разворачивался Не ждите Я не упаду У меня уже Худо-бедный опыт есть И я научился Управлять диверсией На маленьких скоростях Ну а здесь Маленькие скорости Еще и песок Короче В общем Ну Я возвращался назад Маленькие скорости Ну вы поняли Что я все комментировал Блин Жалко Тупо просто не вставил проводок И все И вот Вот Такой вот Результат Что я ничего не записал Ну сейчас буду дальше записывать Попал я там Очень жесткую гравейку Поймал такой воблинг Что думал Точно завалюсь Но слава богу Удержался Вот Еду дальше Не могу подобраться Никак я к докшицам Это просто какая-то Целая проблема Кому ж это памятник Мне Не терпится посмотреть Сейчас посмотрим Кому это памятник Просто интересно Такой-то Великотечник Чкалов Что ли Черняховский Генерал армии Дважды Герой Советского Союза А почему именно здесь Он наверное здесь Родом отсюда Я так понимаю Героям землякам Павшим за родину А здесь братская Типа могила Какая-то Наверное Или просто Память Ну это Во многих деревнях Такое есть Ну я надеюсь Что я подойду До Докшиц Без гравейки Большая деревня Стишцы О Даже еще Движуха есть Это школа Я так понимаю Да Благодарность Заботливым родителям Нифига себе Даже так Ну такая деревенька Аккуратная Такая интересная Очень такая Какая-то Мотивационно Патриотичная Ну что Двигаем дальше Прямо у нас Докшицы Тут какая-то В общем тоже Церкушка Такая красивая Старая Очень надеюсь Что я не попадал На гравейку Очень надеюсь Вот еще Одна Какая-то Красота Тут стоит Двигаемся До следующего Включения Деревня Долгинова Очень большая Трехэтажная школа Я к сожалению Проехал ее уже Смотрите Какое красивое Сооружение Стоит Это детский садик Двухэтажный Походу Какой-то центр В который Сводят В ближайших Деревень Ну блин Даже такой Автобус есть Минск Минск Долгинова Прикольно Ну вот Вилейка идет 43 километра Но я поеду Своим маршрутом Потому что Ну Я принял Такое решение У меня была Мысль Вилейка Но я выйду На ту дорогу Которую я знаю Я не хочу На нее ехать Смотрите Какой универсал Здоровый Какой-то Солидный центр У них здесь Очень солидный Так Ну что Меня на докшице Ведет прямо Но нигде Ничего не указано У магазин Продукты Здоровенный Какой-то Я так понимаю Даже Какая-то Кафешка Это наверное Ну Такой Солидный Какой-то Центр Тут такой У них Даже поселок Тут кафешка Да Вот Или что Это у них Такое Ну да Что-то вроде Банкомат Даже есть Как-то Звучит прикольно Да Банкомат Даже есть Остановка У них Какой-то Тут Тоже Какой-то У них Тут Памятник Тоже Погибшим Жителям Кустовары Но Но это Скорее всего Не деревня Это поселок Какой-то Долгинова Школа Трехэтажная Но я не думаю Что прямо Отсюда Все в эту школу Ходят Трехэтажная Я думаю Это сводят С ближайших Деревень Однозначно Потому что Ну вряд ли Когда-то Этот поселок Да Возможно Закрывал И эту школу Но сейчас Вряд ли Садик тоже Двухэтажный Большой Вот Я хотел бы Дом Деревнями Да Вот Типа Такого поселка Был Потому что Совсем Глуши Не хочется А вот Чтобы там Магазин И прочее О, чувак Поставил Жигуля Вообще Сремно Так Ну что У нас Показывает Прямо Расстояние Пока Не знаю Какое Ну что Наверное Я въезжаю Дохшицы Показывает Пару километров Вот Залека Видно Что Это уже Попахает Такой Типа Городом Каким-то Наверное Сейчас Я остановлюсь На заправке Вот Вы знаете Я даже Немного Продрог Прохладно Все равно Холодно По лесу Ехал Вот здесь Внутри Я заехал Как-то потеплее Солнышко Свечено Я Надеюсь Что еще Будут набирать Обороты Вот Дальше Я по принципу Глубокое Брасло В ту сторону Поеду Сейчас Будем искать Какую-то Заправку Вот Надо Остановиться Немножко Сделать Небольшой Перерыв Потому Что Я уже Продрог Да и Проехал Я 150 Км Надо Немножко Уже И Было Бы Передохнуть Поэтому Что Мы Сейчас Сделаем Будем Искать Заправку Есть что-нибудь Вот С этой Стороны Опа Прижайшая Заправка Немножко В другую Сторону Тут 2 Км Это Ерунда И После Этого Мы Направляемся В Район Глубокого Заяшать В Докшице Я не Планирую Потому Что Ну Че Туда Ехать Да Вот Вижу Заправку Надеюсь Она Там Адекватная И Наверное Даже Через Глубокое Я просто Проеду И Ну Сейчас Посмотрим Короче Пока Не знаю Что-то Никакие Мысли В голову Не Идут Так Ну Что Мы На Заправке Духшице Так Я Продолжаю Движение Глубокое Очень Небольшое Расстояние Там По-моему Всего Километров 30 Вот Немножко Посидел Выпил Еще Чашечку Кофе Исключительно Капучинку Накинул Так Чтоб Немного Согреться Потому Что Ну Чуть Чуть Конечно Я Продрог Прохладно Куртка Это Я только Не помню У нас Утеплитель Или нет По-моему Нет Поэтому У меня Немного Прохладно Было Вообще На дальнике Конечно Эта куртка Просто Незаменима В руки Все равно Немного Поддувает Запястье И Я думал Что Немного Что-то Потеплело Но Что-то Так Себе Потеплело Может К часу К двум Будет Лучше В общем Направляемся В глубокое А там Дальше Шарковщина Или Шарковщина Как там Она Правильно Называется Не знаю В общем В том направлении Пока я Двигаюсь Я Мязели 55 Километров Но Я Почему И Сделал Что Я Поехал В другую Сторону Потому Что Я Там Всю Дорогу Уже Знаю И Какой Смысл Туда Ехать Все Было Зашибись Если Не Такой Сильный И Очень Холодный Ветер Дорога кофеек сделал свое дело опять настроение на ура немножечко потеплело но ветер все равно какой-то холодный причем так сильно вот но погода все равно классная представляет даже вчера было очень жарко себя ехал такой погоды ну не знаю как бы было при сильно мне комфортно но все-таки конечно с утра лучше что-то поддевать потому что еще такой достаточно заряженный воздух холодным таким первый мотоцикле деревенский которого я встретил а так никого какая циркушка красивая стоит не могу вот еду и просто наслаждаюсь просто наслаждаюсь красивыми видами хорошей погоды очень много памятника великой отечественной войны я очень рад что это остается это поддерживается как я поклонник великой отечественной войны то прям браво они вот всех там пишут это я встречаю во многих деревнях они пишут фамилии тех кто их деревне погиб великой отечественной войне и ставят памятники вот этим людям поэтому это очень здорово вот такие просторы красивые валя мне до глубокого на самом деле всего каких-то 15 километров совсем рядом вот такой самолет колесо паху он крутится даже любой с колесо джигулей пиханули не модель фирма какая-то сколько проезжал раз ни разу не останавливался не подходил не смотрел на него прикольно здесь походу рушек какой-то да едем шарковщину расстояние небольшое всего 33 километра она сразу так думаешь да там до какого-то крупного города думаешь а сейчас как дашь там условно там 250 300 километров а здесь все просто смотришь от одного до другого сколько 33 а херня до другого ой 25 ерунда там до 3 еще там 35 я ерунда а то смотри бахи уже ты 120 там условно проехал так интересней гораздо маленькими порциями гонять олубовский мясокомбинат надо остановиться купить себе воды потому что сейчас если будет какой-то магазин с правой стороны я обязательно остановлюсь молодец золотой колос не хочется переходить дорогу такая красивая гористая местность здесь могу понять это что такое там логотипы лишь часы какие-то наверху стоят непонятно это центр я так понимаю глубокого ну и как всех советских традициях дашка гонору само собой здесь булочная устанавливаться нельзя санта а где тут стоянка у санты я может сейчас заехал бы в эту санту взял бы водички блин так не хочется останавливаться вот стояночка еще заедем сюда в санту возьмем бутылочку воды и надо искать где-то уже заправку потому что ну я смотрю у меня уже так не так чтобы очень много топлива так ну что еще воду это подойдет самую лучшую воду кстати это подойдет самую лучшую воду кстати что такие полосы интересно на шине на шине прикольно где-то ехал по каком-то по какой-то штукатурки не знаю маханем водички будем двигаться дальше бина пился кофе в туалет гоняет еще холодно к тому же в общем целый комплект братская могила узников гетто 42 году 2500 человек здесь расстреляли омрень какие-то тучи даже идут уже с этим все ладно потихонечку будем выезжать стрёмненько сейчас чувак выехал почему они без включенных фар ездят 25 мая ж типа будут наказывать походу какая это конного вода для души здоровья на лошадях можно кататься здесь у них подробно такой есть прикольно такой детский садик или школа красиво так оформлена деревнях кстати оформляет очень красиво села образовательное учреждение вот много раз замечал да и сейчас проезжаю вот вижу очень смотрит очень красиво все ухожено ну блин все по-европейски только что проехал указатель мосор это деревня где там ну короче в деревне все перестали пить все занялись делом там очень красивое место твоя подробности не знаю там я был там не знаю как это объяснить то проще почитать наверное его уже конечно живых не то он умер вот но он там как-то сделал так что большой деревне вообще не было ни одного алкоголиков и он создал такую даже аллею и клуба алкоголиков приезжают и там садят свои деревья там такой район такой район очень интересно если будет когда-то беларуси в мосор съедите обязательно оставить под впечатлением это я вам гарантирую оно не такое избитая ну как бы не совсем достопримечательность это там очень-очень еще раз говорю красиво и там останетесь под впечатлением от посещения так что смело вот очередной населенный пункт шарковщина въезжаем мне нужна заправка пишут тут такая заправка не сильно внушающие мне доверие да еще тем более 10 лифт топлива идет он бля не это не заправка дождусь от следующего пункта наверное блин только я в туалет хочу дико где бы мне остановиться здесь да и и сделать красиво я люблю шарковщину а как вы думали блин вот так а чё-то здесь скорость 20 совсем такая бюджетная самое красивое здание суд шарковщина я думал тут ничего не будет это не не вокзал что это такое куда-то я приехал блин гостиница гостиница это не вокзал ух ты блин очень хочется кофе водичка здесь делает свое дело очень сильно хочу в туалет прям жестко а где тут туалет есть подскажите туалет езди на ют туалет где я понял хорошо спасибо чувак вообще не живой вот такой вот туалет в шарковщине просто заходишь там кусты и все можно не загоняться так себе конечно туалетик но хоть что-то здесь у них какой-то большой рынок возле вокзала но я сейчас валю вот туда опять возвращаюсь назад и наверное набросла сейчас я посмотрю где у меня конечно грязище ужасно не убирает итак ну что сейчас я выдвигаю по следующему своему маршруту сейчас посмотрим что у нас ну следующее у меня показывает миор и потом прослав ну значит мы едем миор и 900 до шесть шесть с половиной как настроите у него стоят здесь грибы как не хватает зачем лишний металл вешать на мотоцикл я честно говоря не очень любитель я вот это вот сидеть и объяснять шаркащина удивила меня сегодня один говно пьяный второй деньги хоть просит эти мотоциклы изучает и вот одна девушка хавает себе мороженое и пофиг кстати может от мороженого я бы не отказался но наверное нет так давайте введем миоры мышь миоры едем готово ну вот я был в очередном поселке в котором никогда не был впервые так что в миорах я тоже был и в поставил было бросали был но то мало на самом деле там есть где я не был из таких средних и крупных городов я был везде пусть меня маловероятно чем удивишь по беларуси нет но я безусловно не хочу тут казаться каким-то шибко умным но много есть мест таких мелких беларуси маленькая там допустим какая-то деревня там какая-то красота у типа гервяты ну блин я когда первый раз увидел я вообще охренел гервяты по моему самое красивое место беларуси я не знаю круче ну конечно там пропиаренный мир поселок и прочее я все понимаю но для меня вы знаете гервяты мега впечатление произвело вот рекомендую если будете обязательно съездите я снимал когда-то уже обзорчик катался по нарочанским местам я очень много там проехал костёлов много чего посмотрел но меня же спроси задай вопрос да а что вот как где как называется я вам не отвечу потому что я не помню я было какое-то название фиг знает вот так и не вспомнишь сразу но был но виду впечатления остались это самое главное по моему виде миор елен браслов потом я думаю что здесь небольшое расстояние между мирами и брасловым сколько показывает блин конечно мне бы заправиться у меня четвертая часть бака уже осталось это было бы неплохо но пока не вижу нормальные заправки адекватной как это не все точнее одна была и на какая-то такая но стремновато я там что-то не особо желание у меня есть там заправляться перерыв где-то у меня будет около часа я буду хочу отдохнуть потому что там назад дорога тоже очень очень длинная будет но грубо говоря 222 километра на сегодняшний день я уже проскочил то есть это вообще как бы половина моего маршрута времени час но нормально в принципе нормально я в графике там немного времени потерял это минут 40 50 думаю точно потерял пока там вокруг объезжал не мог никак в докшице попасть который по сути дела я проехал мимо ну там гравейка там гравейка один раз вообще я реально чуть не упал ехал по деревне там песок и я такой воблинг слабо словил что реально мог просто завалиться ну сейчас вот ведет какими-то путями сейчас я думаю что в любом случае сейчас на трассу выведем так что указатель нам показывает глубокая минск миоры вот поедем на миоры сколько км и показывает там до миоров он но 35 километра 32 вот написано прилично но едем так запланировано массу надо не понял с какой страны выскочил а вот и и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Я, честно говоря, насколько я знаю То погост это кладбище Я что-то, блин, путаю То есть здесь живешь на погосте Ну, так себе, походу, радости Может, я что-то не так понимаю Ну, церковушка какая красивая Своя у них стоит Ну, тут все совет есть, все дела Все серьезно Мер и поворот Ну, что, очень симпатично даже Интересно, это новое строение какое-то Или это старое Какая-то заправка Ну, не может же быть такого Что, прям, совсем заправки не будет Это вроде такой Достаточно большой поселок Ну, будем надеяться Спасибо за субтитры DimaTorzok